Молитва за упокой души родителей. Быстрый переход к молитвам, поминальная молитва, давняя традиция, корни ее, во глубине веков. Во все времена люди чтили усопших. Могилы погибших на мамонтовой охоте украшали цветами и костями убитого таки мамонта. Античные народы, римляне, например, чтили предков. Как защитников и покровителей дома, всем знакомые слова Апинаты и Лары, родом из Рима. Культ предков существовал и на Востоке, китайцы молились своим предкам и спрашивая мудрости. Славянские племена также приносили жертвы предкам. Православная вера не предусматривает поклонения духам людей. Почему же тогда мы все же молимся, опоминая за упокой души тех, кто покинул этот мир? В чем же смысл за упокойной молитвы об усовших родителях? Тот, кто умер, теряет право просить о себе у Бога. Отсюда огромное количество догматов, связанных с необходимостью покаяния перед смертью и вообще тщательной подготовкой в мир иной. Когда человек мертв, душа его не имеет права голоса, не говорит, а лишь смиренно ждет решений. Молитва детей об усопших родителях и других родственниках радует душу, ведь не зря говорят, человек жив, пока о нем помнят. Молитвы об усопших, как было сказано выше, сама душа молить о милости не может, но родственники усопшего вполне могут просить Господа. И его честных ангелов о священии участенного представленного и чем горячей молитва, тем больше шансов получить милосердие Божие имеет душа покойного. В молитвословии есть огромное количество молитв на самые разные случаи смерти, внезапно ушедшие, мертворожденные младенцы трагически. Погибшие, убитые на войне, писок просто огромен, нужно пробовать подобрать подходящую молитву для каждого конкретного случая. Не так давно появился канон о самовольне, живот свой скончавших о самоубийцах раньше не молились ни при каких обстоятельствах. Сейчас милостивая Матерь Церковь разрешила келейное домашнее моление о них, несчастных, совершивших тот грех, который никогда не смогут уже отмолить. О родителях, об умерших родителях принято молиться именно детям, для этого есть большое количество молитв, как, например, молитва Детей за умерших родителей и всех православных христианах, от века в вере православной скончавшихся Молитва о усопших помяни, Господи, от жития сего отшедшие правоверные цари и царицы, благоверные князи и княгини, святейшие Патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, воерий с тем же евричи церковным и монаши с тем чине Тебя послужившие и в вечных Твоих селениях со святыми упокой. Поклон помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, имена их и всех сродников по плоти и прости их вся согрешение Вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоей бесконечной облаженной жизненаслаждения Поклон помяни, Господи, и вся в надежде воскресения и жизни вечная усопшая, отцы и братья уношу, и сестры, иди лежащие повсюду Православные христианы и со святыми Твоими, иди же, присещай свет лица Твоего, всели нас помилуй, якоб благ и человеколюбец Аминь Поклон подождь, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память Трижды читать далее Такая молитва позволяет помянуть большое количество людей в своих заупокойных прошениях Имеется также отдельная молитва за усопших родителях, ее можно найти в интернете или специальных изданиях с аупокойными молитвами Молитва «Детей об усопших родителях» Господи Иисусе Христе, Божий наш Ты, сирых хранитель, скорбящих прибежища и плачущих утешитель Прибегаем к Тебе, ас, сирый, стеня и Плача и молюсь о Тебе, услыша моление мое и не отврати лица Твоего от воздыхания сердца моего и от слез очей моих Молюсь о Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мое разлучение и сродившим и воспитавшим мя родителям моим имя, душу же его Яко отшедшую к Тебе с истинной верой в Тя и твердой надеждой на Твое человеколюбие и милость, приимив Царство Твое Небесное Преклоняюсь пред Твоей и святой волею, ее же от яд бы истемини и прошу Тя, не от ими точью от него милости и благосердия Твоего Вем, Господи, яко Ты, судья мира сего, грехи и нечестия отцев наказуешься в детях, внуках и правнуках даже до третьяга и четвертава Рода, но и милуешь отцев за молитвы и добродетели чатых, внуков и правнуков С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый судье, не наказуй вечным наказанием усопшего незабвенного для меня раба Твоего Родителя моего имя, но отпусти ему все согрешение его вольное и невольное, словом и делом, видением и неведением сотворенное им В житии и возде на земле и по милосердию человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых, помилуй его и вечной муки избави Ты, милосердый отче отцев и чат, даруй мне во все дни жизни, моля, до последнего издыхания моего, не приставать и памятовать о усопшем родителе моем в молитвах своих И умоля тетя проведного судею, да вчинишь его вместе светле, вместе прохладнее, вместе покойное, со всеми святыми, отнюду же отбежи Всяка болезнь, печаль и воздыхание Милостивый Господи, примет неси о рабе Твоем имя, теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере И христианском благочестии, яко научившему мя перви всего видеть и Тя, своего Господа, в благоговении молитесь и Тебе, на Тебе единаго Уповать и в бедах, скорбех и болезнях и храните заповеди Твоя, за благопопечения его о моем духовном преуспеянии, за теплеприносимое Им о мне моление пред Тобой и за все дары, им испрушенные мне от Тебе, воздая ему свою милостью, своими небесными благами и радостями в вечном царстве Твоем Ты бойся Бог, милость и щедро, Ты человеколюбие, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом И ныне и весной во веки веков Аминь, читай далее Кроме того, принято поминать отдельно усопших, которые умирали после долгой и тяжелой болезни Молитва за умершего после продолжительной болезни Боже, Ты соделал, что наш брат имя служил, наша сестра имя служила Тебе среди страданий и болезней, участвуя таким образом в страстях Христовых, просим Тебя удостой его, ее участия и в славе Спасителя Через Христа Господа нашего Аминь Молиться можно также о упокоении души наставников и воспитателей, если они имели большое значение в вашей жизни и воспитании Отдельная молитва для этого случая есть в молитвослове Как молиться правильно? Молиться можно дома и на кладбище Дома усопших молятся каждый день во время вечернего поминовения усопших, а новоприставленных умерших менее 40 дней назад Каждый день, читая молитвы Если есть время и возможность, читается еще и специальный канон Когда мы ходим на кладбище, принято и там читать молитвы, но можно обойтись крестным знамением и кратким приветствием Церковь установила особые дни, названные «родительскими», в которые принято посещать места захоронения На могилке приносят атрибуты ближайшего церковного праздника, верба, пасха, яйца и т.д. Следует отметить, что в день Светлого Христова в воскресенье ходить на кладбище не следует Все мертвые восставлены Христом из своих гробов и сами придут в гости на пасхальную трапезу Христосоваться и поздравлять их с пасхой можно заочно, а посещать во вторник на неделе, следующий за светлой седмицей, неделей после пасхи На аргумент «все ходят» можно сообщить о приживании данной традиции в советские времена, когда другой возможности посетить могилки Родных кроме выходного дня попросту не было Сейчас же вас никто не обвинит в тунеядстве, если вы на часок отпроситесь в будний день с работы для посещения усопших родных Продолжение следует...